Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня годовщина смерти Леонида Асгалдяна. Конгресс армян Западной Армении приветствует на заседании комитета ВУИС. Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Нью-Йорке. Войска ПВО Армении и Арцаха проводят учения с привлечением систем С-300. Анкара направила новое судно для поиска нефти и газа у Кипра. Сегодня по священному армянскому календарю день Аргнапайл, сияния солнца. Запущена программа сохранения и распространения эпоса Сасна Церер или Сасу Сидавит. Сегодня 21 июня годовщина гибели Леонида Асгалдяна, героя Арцахской освободительной войны, командующего освободительной армией. 21 июня 1992 года в районе Мартакерта, недалеко от деревни Тоношен, легендарный полководец стал жертвой выстрелов противника. Сегодня его товарищи по оружию, сторонники и люди, для которых Леонида Асгалдян истинный герой, возложили цветы к его памятнику. Приветствующие вспомнили о большом и славном пути, который прошел легендарный командир. Но с сожалению отметили, что государственные деятели за последние 27 лет недооценили значимость Асгалдяна, не присвоили ему звание национального героя. Но как показывает история, народ знает и чтит своих героев. С 17 по 21 июня 2019 года состоялась 40-я сессия межправительственной комиссии ВОИС. Она посвящена традиционным знаниям и культурным проявлениям и обсуждает события 2018 и 2019 годов, который был предложен в 2019 году, во время сессии Гене-Ассамблеи. Напомним, что целью этих сессий является Международная конвенция о подготовке государств в межправительственном комитете по коренным народам по вопросам генетических ресурсов, традиционных знаний и культурных ценностей. Три кратких документа рассматриваются государствами-членами с участием коренных народов. Участие коренных народов позволяет проекту конвенции учитывать присутствие коренных народов и защищать их наследие. Главы МИД Армении и Азербайджаны договорились провести новую встречу по карабахскому урегулированию, говорится в заявлении сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Россия, США и Франция. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран Зоограб Мина Цыканяна и Эльмар Мамедиаров провели очередную встречу 20 июня в Вашингтоне. Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей, говорится в заявлении посредников по итогам вашингтонской встречи, размещенной на сайте ОБСЕ. Вооруженные силы Армении проводят военные учения в войсках противовоздушной обороны с полным привлечением систем ПВО. Как сообщает прислужба Минобороны Армении, параллельно учениям с участием подразделений ПВО Армии обороны Республики Арцах начались учения по боевой стрельбе. Цель учения – повышение эффективности радиолокационной разведки систем объединенного управления и зенитного огня, повышение уровня подготовки боевых расчетов также. В учениях задействованы ЗРК С-300, модернизированные С-125, ОСА, АК и Стрела-10, ПЗРК Игла-С и Верба. В учениях задействованы также подразделения ПВО, оснащенные новейшими радиолокационными станциями армянского производства. Турция направила новое судно для поиска нефти и газа у Кипра, что, как ожидается, приведет к эскалации напряженности после того, как ЕС призвал Анкару прекратить свою незаконную буровую деятельность, передает АФП. Турецкие официальные лица заявили, что новое судно – это Явуз, которое ранее проводило бурение в водах нескольких стран, включая Кению, Танзанию и Малайзию. Европейский Союз ранее раскритиковал Турцию в связи с ее планами бурения в этом районе, предупредив, что он готов соответствующие меры в ответ принести. Однако министр энергетики Турции Фатих Дон Мес заявил сегодня, что Анкара продолжит поиски запасов углеводородов. «Мы продолжим буровые работы, основанные на наших собственных законных правах», – отметил он журналистам в порту после осмотра корабля. Сегодня по священному армянскому календарю день Арегнапаль, сияние солнца, месяц Новосард, день Арам. Праздник Арегнапаль – один из главных праздников, отмечаемых летом, когда на солнце находится в своей высшей точке в этот день, самый длинный в году. Согласно учению Айкиан, этот день – также день отцов. В этот день, по преданию, отмечается как день благословения армянского древа жизни. Согласно учению Айкиана, абрикосом считается плод солнца, абрикосовое дерево – древом жизни, и на этом основании наши короли и жрецы назывались циранацин, получившие жизнь из абрикосов. Мы поздравляем всех благочестивых детей солнца, в частности, всех армянских отцов, желаем им здоровья и благополучия. При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения была запущена программа сохранения и распространения эпоса «Сасна Церер» или «Сасунь-Сидавид», направленная на сохранение и распространение армянских духовных и культурных ценностей, содействие их восприятию и оценке. Как сообщает Армен Пресс, будет организован конкурс о рассказе эпоса. Он состоится 5 октября 2019 года в Ашаканской общине Арагацоттского Марса. 2019 год по этой программе предполагается улучшить мобильное приложение «Сасунь-Сидавид». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ервант Харибян. Далее мы представим вашему вниманию Ервант Харибян. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok